О чем хотелось бы сказать? В этом году за рубеж. Это в основном южные регионы, потому что большая часть Поволжья, центрально-черноземная полоса, Алтай, Сибирь, Урал. Здесь недобор урожая очень серьезный. Нам для хлебопорожного баланса надо иметь в Российской Федерации 70 миллионов тонн зерна. Мы к этой цифре только-только приблизились. Де годы, когда у нас было за 100 миллионов, мы продавали больше 30 миллионов зерна. А в этом году к недобору урожающих подошла так называемая таможенная пошлина. В итоге сейчас зерно на мировом рынке больше 23 рублей за килограмм на внутреннем и на 15. Соответственно, недобор сельхозтоваропроизводителей по результатам текущего года за счет таможенной пошлины, даже если будут сделаны дотации, составляет где-то 130 миллиардов долларов. Соответственно, цены на удобрения возросли в 2-2,5 раза, на средства защиты на 30-50 процентов, на металл запчасти до 70-80 процентов. И то, что у нас себестоимость в этом году была для южных регионов, это Ростовский округ, Ростово-Польский край и Краснодарский край, она находилась в интервале 6-8 рублей за килограмм. Но это нормальное хозяйство получали. То на следующий год, если будет урожайность 4 тонны, то мы будем получать себестоимость уже 12-14 рублей, не меньше. Если сохранится такая цена, то выращивание зерновых будет вообще неинтересно для сельхозтоваропроизводителей. Вот это надо довести нашему правительству, чтобы оно понимало, что нельзя рубить сук, на котором сидишь. В противном случае, мы сельхозтоваропроизводители начнут выращивать другие культуры, но не будут выращивать зерновые. При урожайности 50 центров, а это, в принципе, большая часть Краснодарского края и Юго-Ростовской области, себестоимость будет в районе 10 рублей. Тут еще как-то можно вырубливать ситуацию. Что нужно сделать, на мой взгляд, какие меры нужно предпринять, чтобы хоть как-то снизить себестоимость. Если по этому году у нас на гектар выходило в среднем где-то 35 тысяч рублей на гектар затраты, то прогнозно на следующий год это будет 45-50 тысяч рублей на гектар. Один год мы еще, наверное, протянем, а вот дальше начнем составляться серьезно. Потому что такое мы уже дважды проходили. Это было конец 90-х годов, когда у нас себестоимость пшеницы была 2 рубля, а покупали по рубль 80. Такая ситуация у нас была в 2010 году, когда ограничили экспорт, и на внутреннем рынке у нас цена обвалилась ниже 5 рублей при себестоимости 6 рублей. И такая ситуация была в 2017 году, когда у нас произвели массово хороший урожай, но качества не было. Поэтому даже по 5-50, по 6 рублей было проблематично продать зерно урожай. Что нужно сделать, на мой взгляд, в первую очередь? Конечно, упор надо делать на сочетание трех основных факторов, от которых определяется продуктивность культуры. Это агротехнические мероприятия, это биологические и химические. Три фактора, которые, в принципе, являются слагаемыми успехами. Безусловно, если в приоритете должно быть мониторинг и аностика, потому что сейчас многие хозяйства, в принципе, не могут правильно применять удобрения, средства защиты. То есть, как? Они не могут перестроиться под каждое конкретное поле. Потому что работают по шаблону, работают схематично. Редко какое хозяйство может выйти на нормальные диагностические показатели, мониторинг и получать соответствующую отдачу. Проведение почвенных растительных диагностик в лучших хозяйствах показывает, что экономия минеральных удобрений составляет 15-30% без снижения продуктивности и качества. Особое внимание хотелось бы обратить на использование средств защиты. Потому что, вы знаете, большие ограничения вводятся. И сейчас цена на средства защиты на следующий год прогнозна на 30-50%. Но некоторые производители средств защиты говорят, что стоимость их будет на уровне просто стоимости на удобрения. Потому что диагностик по действующему веществу достаточно большой производства. Потому что Китай ввел серьезные экологические ограничения, поэтому большинство заводов по 10 месяцев в году работают максимум, а то и меньше. И все, выработали порту дальше. Не производят средства защиты. Далее, что касается ошибок текущего 21-го года, на которые бы хотелось бы обратить внимание, ввод для юга России был влажный. Это и Крым, и Краснодар, и больше 6 с Кавропорос-Ростовом был влажный. И в этом плане неправильно сориентировался к Кавропорос-Ростовому производителю. То есть они сделали упор на раннее внесение азота, а в фазу колошения растения остались без азота. В итоге выполненность колоса была недостаточна, потери урожайности была где-то от 20 до 30%, потому что третья и четвертая зеленовка были не сформированы. Более того, если мы говорим о Краснодарском крае, то здесь перекорм с азотом на ранней стадии привел к тому, что было массовое раннее полигание. Это тоже был большой недобор по уроженности. И вторая основная причина – это неправильная стратегия по применению средств защиты. Те компании, которые продают средства защиты, они ориентированы на то, чтобы первое защитное мероприятие проголелось сильными логицидами, якобы защитить листовой аппарат. Листовой аппарат защитили, а колос остался незащищен. Когда подошло дело к тому, чтобы формировать урожай, а колос остался незащищен. Работали дешевыми препаратами, некоторые работали дважды, но эффекты должного не получили. Поэтому вот эти две основные причины, почему мы при потенциале продуктивности по Краснодарскому краю он был порядка 80 центнеров, получили 60. По Ростовской области при потенциале продуктивности 50 получили чуть больше 35 центнеров. Такая же ситуация поставок. Все. Ну, нашелся. Да, даже с опережением, Александр Малентинович. Вопросы. Подождите, Александр Малентинович. А то вы быстро уходите. Вопросы есть к Александру Малентиновичу Лабанцову? Нет пока, сейчас, минуточку. Вот что важно, на ваш взгляд, вот с учетом особенностей осени, прошедшей уже можно сказать, к чему готовится весна, Александр Малентинович, на юге России. Но это еще 10 минут, как минимум. Но 5 минут есть. Значит, ситуация с озимыми культурами какая получалась? В этом году надо сказать, что в целом ряде регионов с осени прошли хорошие осадки. Это большая часть Краснодарского края, где-то треть Ростовской области и большая часть Ставропольского края. Поэтому те, кто опасался за то, что будет ранее сильный замороз и рано посеял озимушинец, сейчас озимушинца переросшая, она сильно болеет, уже проявляется дефицит азота, и по диагностике мы видим, что проблемы очень серьезные на этих переросших озим. Но таких озимых не очень много. Слава Богу, большинство сельхозтоваропроводителей в Ставропольском и Краснодарском крае и Ростовском области все-таки отодвинулись сроки сева существенно. И сейчас у них в основном фаза начала ущения. То есть это то, что самое нормальное. Но, опять же, по этой фазе уже было видно, что у нас проявились два основных вредителя осенних. Это хлебная жужелица и пшеничный клещ. В этом году уже целый ряд хозяйств проводили обработку, потому что недостаточно эффективно сработали средства защиты, потому что сели в сухую почву, оно полежало чуть-чуть и действующее вещество закончилось. Сейчас активно развиваются прикорневые гнили, особенно по колоссовым предшествиям. Надо сказать, что доля колоссовых предшествий очень большая. Растительные остатки остались практически неразложившиеся. Сейчас они подошли в условия для разложения, а тот азот, который уносили раньше, он практически потерялся. То есть сработал неэффективно. Мы неоднократно предупреждали, не спешите, не вносите азот раньше времени. Не надо его вносить под основную обработку в сухую почву. Это выбрасываем денег на ветер. Ну, кто бы слушал. Поэтому ситуация такая, что сейчас прогноз на декабрь нормальный, и мы провели диагностику. Ставра, варк Краснодар, в Ростове сейчас хозяйство срочно полнят о зиму пшеники. Потому что дефицит по азоту, в зависимости от предшественника, сейчас, если брать, от 15 до 45 килограмм действующего вещества, несмотря на то, что удобрение уносили. Ну, и, конечно, хорошо бы было все-таки в комплексе. Нужно было как? Азот нужно было поберечь, нужно было использовать биологические пути разложения растительных остатков, когда выпали осадки. А потом уже до конца злота. Это сократило бы как минимум в два раза дозы минеральных удобрений азотных. Вы знаете, что цена дошла до 35 рублей за килограмм. Все литры стоят. Если такими темами дальше пойдет, я не знаю, многие начнут от применения азотных удобрений. Но без азотных удобрений, в принципе, получить нормальный уровень продуктивности о зиме пшеницы не представляется возможным по колоссовым пропашным предшественникам. Можно по боковым предшественникам, по парам здесь еще можно проскочить, а по жестким предшественникам будет серьезная недоборогражденность. Ну и, слава богу, в этом году благоприятная ситуация по мышевидным грызунам. Сейчас пока не видно проблем по югу. Ожидается, что достаточно теплая весна, достаточно теплая зима с периодическим похолоданием. Ну, опять же, надо будет посмотреть ближе к февральному месяцу, какие сформируются запасы продуктивной власти, сколько останется минерального азота у почвы, на какую глубину он промоется, какие формы азота останутся вверху, и потом сориентироваться по дозам применяемых удобрений. Александр Владимирович, некоторые хозяйства сократили внесение фосфорных удобрений, кто-то на четверть, кто-то в половину, сказав, что это может практически не отразиться на будущем урожае. И более важна азотная подходка. Ну, тут весь вопрос, если собственники полей точно знают, сколько там у них почвы содержится подвижного фосфора, то при уровне обеспеченности более 25 миллиграмм на килограмм по фосфору, если по мочегану брать, для черноземного обыкновенного, то, как вариант, эта временная мера пойдет при условии, что надо будет применять по вегетации ЖКУ по листовому аппарату. Да, это будет определенная экономика. Там же, где, значит, содержание фосфора меньше, особенно на низких и очень низких фонах минерального питания, там будет серьезный недобор урожайности. Просто закладка нормальной продуктивности не произойдет. Поэтому по фосфору это действие, на мой взгляд, не оправдано, так как оно не подкреплено результатами диагностики. Если это подкрепляется результатами диагностики, тогда это можно осуществлять. Но у нас, как, очень часто мы вообще, берешь карту агрохимическую, хозяйство, смотришь, а там, ну вообще, средний уровень вроде бы нормальный, когда начинаешь проверять, а там этот уровень, он значительно ниже. И дело в том, что так говорили по фосфору и раньше, допустим, вспомним, 2017-2018 года, когда тоже экономили на фосфоре. Если тогда экономили, плюс сейчас не вносят, то будет серьезное стяжение продуктивности. По калию тут проще, потому что калий можно, за счет деструкции растительных остатков, калий можно восполнять. Тем более, что он частично промывается. По фосфору такое решить достаточно сложно, потому что, если даже использовать визикулярно-бускулярную микоризу, то мы можем закрыть потребности по фосфору процентов на 10-15, не более. И рассчитывать на высокий уровень продуктивности, при этом будет крайне сложно. Скажите, а можно ли на азотных подкормках сэкономить без ущерба урожайности? Только по диагностике можно сугубо в привязке к сорту и к предшественнику, потому что, допустим, есть такие сорта, которые экстенсивного типа, которые, в принципе, не очень хорошо отзываются на азот. То есть они достаточно такие. А вот большинство сортов, которые сейчас высеваются, они все в основном интенсивные. Там без азота будет проблематично. Можно сэкономить каким образом? Сочетанием способа унесения, способа унесения за счет повышения коэффициента с формой удобрения. То есть нужно будет подобрать те формы удобрений, которые необходимы. И сочетание способа унесения, то есть унесения в корень, потому что 90% азота получается через корень. Дальше сочетать с микробиологическими препаратами для того, чтобы убрать вот этот вот компенсационный азот сократить, потому что компенсационный азот всегда съедает достаточно высокую долю азота. Потом эти микроорганизмы, когда погибают, они начинают отдавать этот азот. Но это уже поздно, уже для культуры поздно. Она уже вегетацию, условия заканчивается, я имею в виду, если речь идет о газе, на пшенице. На басончик это можно сделать. И если говорить еще о жидких формах удобрений, то здесь тоже, если правильно построить, правильно определять дефициты, можно небольшими дозировками корректировать питание. Александр Валентинович, вот вы сказали, что сейчас подкормки проходят, да? Но насколько это обычное явление или это все-таки необычное? И как вы относитесь к февральским подкормкам? Потому что о них много спорят. Некоторые говорят, что ни в коем случае нельзя в феврале, это большие риски. Ну, те хозяйства, которые мы ведем, у них уже давно в практике принято применение осенней подкормки, тогда вопросов по февральской подкормке не возникает. Если сейчас устранить дефицит, необходимости в ранневесеннего влазивания подкормки вообще нет. Когда лезут в грязную, грязная техника вся выпачканная, рвут эту технику, потому что сыра месит грязь. Это, понимаете, надо смотреть индивидуально по каждому хозяйству, как это возможно. Потому что, ну, в феврале, в январе-феврале обычно у нас вегетации, а зимы пшеницы нет. И те удобрения, которые мы в этот период носим, это, ну, 50-60% потерянного азота, однозначно. В лучшем случае мы там получаем 35% коэффициент использования. Остальное все теряется. Поэтому лучше сейчас это сделать, когда растение разовьет нормальную корневую систему. А потом, благодаря нормальной развитой корневой системе, можно весной уже хороший старт получить. Потому что расчет на вегетативную массу, что она решит проблему, очень такое призрачное. Потому что если будет зима с морозами и будет отмерзать вегетативная масса, то по-любому нам придется ее как-то восполнять. Только за счет хорошо развитой корневой системы можно будет это восполнить. Вы сторонник уменьшенной нормы высева азивой пшеницы или традиционных объемов? Смотрите, значит, ну, если посмотреть, если сеять в облажную почву в оптимальные сроки, то для большинства сортов достаточно 2-3 миллиона нормовых сев. Если же мы сеем в сухую почву и в поздние сроки севы, то бывает и 6-7 миллионов недостаточно. Поэтому надо смотреть на конкретную ситуацию. И я сторонник нормального научного подхода, а не какого-то одной схемы. И схем не бывает в сельском хозяйстве. Александр Владимирович, а сейчас хозяйство чем кормит расти ее? Значит, смотрите, сейчас вот еще температура, когда почва не остыла, в принципе, можно использовать газ, можно использовать аммиачную селитву. Для карбамидов уже сроки ушли. Как только температура станет ближе к нулю, среднесуточная, и не будет прекратиться вегетация, тогда можно переходить на сульфатамон. Есть в зале, не появились вопросы к Александру Валентиновичу? Нет пока, да? Пожалуйста, задайте вопрос. Вот сейчас микрофон вам дадут, чтобы слышно было. Представьтесь, если можно. Здравствуйте, меня Артем зовут, агроход Многомера. Подскажите, в какие фазы весной лучше подкармливать? Если это одна подкормка, и если разбивка идет на две подкормки, то как лучше подкормить? Ну, одной подкормкой практически угадать сложно. И чем больше вы делаете упор на одну подкормку, тем у вас больше потери азота. Потому что угадать с одной подкормкой невозможно, потому что, как правило, по условиям увлажнения, степная зона, у нас приходится нормально, это до середины марта, более-менее нормальное увлажнение, когда мы можем разбрасывать, унести селитву, она распорится и опустится какой-то как-то вниз. Как только начинаются восходящие топ-улаи, все эти разбрасные способы унесения аммиачной селитры и других видов удопления, они неэффективны для засушенных выпусков. Поэтому здесь надо как построить? Минимум 2 подкормки, а если бороться за нормальный урожай, это 3 подкормки должно быть. Это обеспечить нормальное развитие гетативной массы вперед, выходу в трубку калашений и обеспечить азотом полосном. Спасибо. Еще вопрос, пожалуйста. Вся, за шумилин, компания Биона. У меня вопрос, просто насколько, по вашему мнению, с листовыми азотными подкормками рационально используют мата? Ну, смотря какие гуматы, конечно. Потому что если гуматы просто сами по себе гуматы, они недостаточно эффективны, чаще всего их используют комплексы. То есть в комплексе с какой-то или фундицидной обработкой, или с микроэлементами, чаще всего. Потому что именно с листовыми обработками и азотными подкормками? Ну, с азотными подкормками тут как? Смотрите, все зависит от того, какой дефицит. Дефицит элементов питания какой? Если он большой, то мата не решает проблему. Если же, допустим, происходит стрессовая ситуация, то в качестве съема стресса возможно использование мата. Но, как вам сказать, у нас на рынке слишком много, ну, здесь с трехуны нельзя так говорить, ну, некачественных гуматов, мягко говоря. Которые, в принципе, они, в общем-то, и создают условия, когда нормальный производитель не может нормальные гуматы продать. Потому что нормальный гумат, он стоит прилично. А то, что продают там по 50 рублей за литр, вы меня извините, там и не пахло гуматами. Можно для подъема, что, по вашему мнению, является нормальным гуматой? Что вкладывается в это понятие? В это понятие вкладываются гуматы, где в составе есть первая фракция и вторая фракция гуменного кислота, и первая фракция гурного кислота. Вот это нормально. И нету ни гидролизуемого остатка, которого сейчас у матов очень много. Еще вопросы, друзья? Нет? Александр Валентинович, спасибо.